Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Мария Клименко. В Челябинской области за сутки выявлено 113 человек с положительными тестами на COVID-19. Из них скончались 4 человека. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 18 734 человека. В Магнитогорске за сутки заболели 9 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску в городе подтверждено 2305 случаев COVID-19. Из них 1751 пациент выздоровел и выписан из больницы. В Челябинской области тушат крупный лесной пожар. Лес в Картубайском лесничестве Брединского района загорелся еще накануне, около 4 часов вечера. Пламя распространилось сначала на 10 гектаров, но из-за ветра буквально за несколько часов огонь охватил 120 гектаров. Чтобы остановить стихию, на место отправились 41 человек из пожарного гарнизона, а также 14 единиц техники. Для опашки создания земельной преграды огню привлечена тяжелая техника – бульдозер и два трактора. Также планируют привлечь группу Уральско-учебного спасательного центра в составе 45 человек и 6 единиц техники. Тяжелой техникой проведена опашка шириной до 4 метров по всему периметру пожара. Горение происходит отдельными очагами. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС по Челябинской области. Всего на тушение пожара привлечена группа из 180 человек – 43 единицы техники. Спасатели предупреждали о возможных пожарах. Так, на 20 и 20 с 1 октября в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, 4 класс горимости. В отдельных районах области сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой их перехода на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных. В правительстве Челябинской области новые назначения. Один из постов займет бывший сотрудник Магнитогорской администрации. Ранее мы сообщали, что заместитель главы города по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе уволился по собственному желанию, а теперь стал заместителем министра строительства Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер подписал два распоряжения о новых назначениях в правительстве региона. Назначитель Элбакидзе Юлия Соломоновича заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области с установлением срока испытания продолжительностью один месяц, гласит текст постановления. Кроме того, глава региона подписал постановление о назначении Вячеслава Зайцева на должность первого заместителя начальника Главного управления юстиции Челябинской области. В регионе усилены меры за соблюдением масочного режима. Это связано с осложняющейся эпидемиологической ситуацией. Южноуральцам необходимо носить маску в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах, где много людей. А также соблюдать социальную дистанцию, напоминают межведомственные службы. Контроль за соблюдением магнитогорцами масочного режима проходит ежедневно. На нарушителей режима составляются административные протоколы. За последние сутки их получили 72 нарушителя. Также выявили 10 человек без средств индивидуальной защиты в транспорте. Четверо людей надели маски после разъяснительной беседы. Остальные получили протоколы. В трамваях же было зафиксировано еще два человека без маски. Всего в этот день в общественном транспорте протоколы получили 8 человек. С новыми нарушениями сотрудники полиции и межведомственные рабочие группы продолжают сталкиваться и при проверке объектов торговли. Итак, за прошедшие сутки было составлено 5 административных протоколов как на должностных, так и на физических лиц нарушения, зафиксированные в пяти магазинах. Посетители находились без средств индивидуальной защиты. Со всеми нарушителями провели разъяснительные беседы, а магазины потом проверят повторно. Напомню, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, на предпринимателей от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Немаловажным фактором является и возможность приостановления деятельности организации до 90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм. А сейчас о погоде. В Магнитогорске 21 октября в среду облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 7 градусов, но ощущаться будет как плюс 4. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 725 миллиметров артутного столба. Это была программа «Вести Магнитогорск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова